Добравшись до Петрухи, Угрюмый узнаёт, что не так давно упало три вертолёта, на которых перевозили информацию о всех доставших наёмниках. Следует пробежаться по местам падения и попытаться достать инфу. Правда, про третью вертушку почти ничего не известно и придётся базарить с местным авторитетом. Если вам нравится это прохождение, не забудьте оценить его своим лайком. Также, если вдруг вы смотрите не с первой серии, то очень зря. Ссылка на плейлист с этим прохождением в закреплённом комментарии. Советую заценить. В комменты предлагаю придумать кличку, охарактеризующую целую группировку. Например, бандиты. Приятного просмотра. Всем привет, всем здравствуйте, я Мануэль, добро пожаловать. Что у нас тут по заданиям? Падение чёрного ястреба поговорить с князем. Это главное сюжетное задание, оно выделяется жёлтым цветом. Но также у нас там же есть второстепенное задание. Поговорить с представителем военных. Вроде там какой-то бандит должен быть, который имеет связи с военным. Который имеет связи с военными. И вы посмотрите, сколько тут техники. Наверняка в одной из этих машин лежат какие-то интересные вещички. Тайничок, в общем-то. Ну, знаете, я не хочу искать, стратить на это много времени. По заданию, может быть, мне дадут и тогда. В таком-то случае мы всё это дело себе заберём, добро, да. Из этой техники можно неплохое такое ограждение сделать. Чтобы шальные мутанты какие-то не забежали, да? Сразу идём по главному. Давай, наверное, сначала по второстепенному. Я думаю, что целую кучу квестов опять тут можно набрать. 16 человек уже, 18. С каждой базой всё больше и больше людей. Тут в основном бандиты. Здорово. Меня прислал пекарь с базы Петрухи. Он говорит, что у тебя есть какие-то связи с военными. А ещё то, что он не виновен в недавнем происшествии. Не мог бы ты попросить военных подробнее разобраться в этом деле? Чего? Мужик. Нет. Ты меня с кем-то путаешь. Какие у меня с красными могут быть тёрки? Не, я тебе ничем не помажу. Ступай. Не хочу я больше об этом говорить. Поговорить с пекарем. Это мне надо обратно возвращаться, да? Да. Это мне надо обратно возвращаться. Красота. Ну ладно, тогда давай поговорим, кто ты. Шёл бы ты отсюда. Не должно тебя это волновать. Я понял. Мне кажется, он всё-таки имеет связи. Просто он как бы испугался, что к нему так подходят и в упор спрашивают. Типа, ты работаешь с военными, а у среди бандитов как бы западло работать с военными. Поэтому да. Работёнки не подкинешь? Водросля. Господи. Конечно. У нас с Йогой совместный бизнес. Тараним у должников документики. И тараним их свободе. Так вот. Не так давно отправил я туда Йорника. Ну, а он, конечно, пропал. Сделай одолжение. Найди его. А КПК его последний раз сработал на территории базы Долга. Скоммунизил, небось. Продал и сидит бухает. До встречи. Интересно, а Долговцы ко мне хуже не станут относиться после этого? Вообще там на базе Долга. Она же тут, на следующей локации. В Кала-Геривню, на пожарную станцию. Если честно, что-то я не помню. Ну ладно. Теперь, наверное, пойдём по главному. Потом надо будет со всеми важными персонажами переговорить. Привет. Есть у меня сведения, что ты знаешь по упавшему военному вертолёту. Опа. Нарисовался, не сотрёшь. Есть такое. А ещё у меня есть проблемы некоторые. Сечёшь? Сику, секу. Ну, выкладывай, что у тебя там случилось. Долг случился. Короче, берёшь вон этот ящик и таранишь его полкану на базе Долга. Закончишь? Приходи. До встречи. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё-то у меня нехорошие предчувствия. Мне, конечно же, кажется, что это взрывчатка, ребят. Которая сдетонирует на базе Долга, после чего Долговцы ко мне станут очень плохо относиться. Но я чё могу сделать? Это сюжетное задание. А чё-то я не понял, где ящик? Это ящик. Контейнер Князя с неизвестным содержимым. Имеет внушительный вес, но не гремит. Возможно, из-за поролоновых вкладок внутри кейса. Дайте точно говорить там взрывчатка. Как пигдать там она. Ладно. А где у нас Долговцы-то? А, ну так вот тут аж. Ремстрой базы. Это нам придётся через эту локу пробегать. Тут же у нас и отнести контейнер Милославскому. Запретный кейс. Из упавшего военного вертолёта удалось извлечь некий кейс. Исходят слухи, что Милославский, техник на базе свободы, располагает нужными навыками для его вскрытия. Это кейс, который мы нашли на вертолёте вот на локации черта. Угу. Потом тут ещё будет второй вертолёт. А по поводу третьего мне должен вот как раз-таки сказать бандит. Ой, я что-то совсем запутался, ребят. Ну думаю, ладно, всё понятно. Поговорим с медиком, посмотрим, даёт ли он какую-то работу. Нет, не даёт. Ну тогда, в принципе, мы, получается, переговорили со всеми важными персонажами. Ну разве что у того торговца не были. Сейчас сходим. Да, локации тут, конечно, обрезаны очень грубо. Ну ещё бы она давала пройти. Ну ладно, я не придираюсь, я просто как бы, ну, сказал, что вижу. Вот торговец. Ух ты, кровосос. Особенным ничем не торгуешь? Чё у тебя особенного? Всё, что на прилавке, всё продаётся. А специально для тебя никто ничего... Хотя, погоди. Шестёрные недавно притаранили какой-то ящик электронный с трупом Мерковского. Если интересует, отдам за дармо. Две штуки и разбежались. Ладно, давай. Ну две штуки всего лишь. Хорошо, без проблем. Может, найду, кому он пригодится. Ага. Вот, это деловой базар. Держи. Желаю тебе удачи в твоих поисках. До встречи. Я думаю, что, ребят, я правильно сейчас сделал. Странный сканер. Странный электронный прибор, найденный на трупе наёмника. О его назначении стоит только гадать. Ничего страшного. Две тысячи это небольшая потеря, которую мы можем себе легко компенсировать. В принципе, мне ничего не надо покупать. У меня всё есть. Ну и всё. Мне больше нечего делать конкретно на этой локации. Теперь мне, наверное, бежать на автостанцию, где отнести контейнер надо кому-то. Потом на базу к долговцам. Плюс, помните, мы ещё КПК какой-то нашли, который, я думаю, тоже надо будет отдать нам кому-то. Босс. Ух ты. Тут йога, да? Нет, монгол. Расскажи о здешних местах, в общем-то, можно прочитать. Но заданий никаких взять нельзя. А чё это нам? Торговец вроде как говорил про йогу, а я чё-то йогу и не встретил. Ну ладно. Значит, бежим на автостанцию. Тут у нас свободовцы заправляют на этой локации. А вон там долговцы уже, на ремстройбазе. Ну здравствуйте, товарищи. Снегирь. Посмотрите, какая у него рожа. Есть работёнка? Да, есть. Недавно одного из наших убили. Мы не знаем, кто это. Тело нашли на юг от здания милиции. В таком же угловом здании. Ты бы там обыскал всё? Может, найдёшь какую-нибудь зацепку? Хорошо. Посмотрю, что можно сделать. Бывай. Ага, какие-то расследования опять. Привет. Мне нужно вскрыть вот этот кейс. Возьмёшься? Ну, а почему бы не взяться? Возьму этак за 50 вечнодеревянных. Держи. И ты держи. Ух ты, это же... Что за КПК такой? Если ради него такой кейс забабахали. Ну, это уже не моё дело. Надеюсь, он тебе пригодится, раз ты ради него сюда бежал. Бывай. Ага, какой-то КПК, значит. КПК, извлечённый из военного контейнера, имеет подробные планы главного лагеря наёмников на складе контейнеров. А вот это, по-моему, мне надо. Не по-моему, а очень надо. Хорошо. А у тебя будет работёнка? Найдётся. Гонцом был когда-нибудь? Так вот. Надо взять этот ствол и отнести Шустрому на южном хуторе в окрестностях потоков. Возьмёшься? Хорошо. Отлично. Это мне обратно там куда-то возвращаться, да, всё в этом духе. Так, по поводу расследования на этой локации, что? Ух, сколько квестов. Кто-то убил бойца свободы. Снегирь об этом не сказал, но по слухам на базе уже происходили убийства. По каким слухам? Милиция. Ты как держишь оружие, боец? Вроде нам сказали, что от здания милиции надо ориентироваться. Пойдём попробуем. Ого. Тут проломленная стена. Хотя нет, тут был проход, тут просто часть кирпичной кладки сломали. Да и я сомневаюсь, что это какая-то зацепка. На юг от здания милиции в таком же угловом здании. Правильно нам сказали? Правильно. Ну, это получается в этом вот здании. Вот здание милиции, оно угловое, вот на юг в эту сторону и тоже угловое. Ну, всё сходится. Значит, где-то здесь, в этом здании. Во-первых, надо туда попасть как-то. Во-вторых, искать зацепки. Если возможно, конечно, внутрь зайти. Ну да, возможно. Ну что ж, в таком случае давай, может, какую-то гильзу или что-то в этом духе найдём. Тут горит костёр. И есть какая-то записка. Берём. Что за записка? Записка убийцы. Чёрт. Прикончили этого. Даже не по себе как-то. Один из нас убивал наш отряд. Когда начались убийства в нашей группе, долго было непонятно, кто это. Но после разговора со Снегирём всё прояснилось. Он рассказал о свободовце, у которого тоже был свой отряд. Но во время войны группировок их перестреляли в неразберихе свои же. Тут-то меня и осенило. Ведь это были мы. Похоже, он просто начал мстить. Чёрт. Хорошо, что это кончилось. Надо будет сжечь эту записку, когда отправимся. Ага. То есть, тело, которое тут нашли, убитый свободовец, это был тот, кто мстил. Его убили какие-то там убийцы. И теперь Снегирь мне говорит, чтобы я нашёл и того убийцу, видимо. И тоже что-то может быть с ним плохое сделал. У меня есть подозрение, что Снегирь это какой-то тайный агент долга, который сравливает свободовцев, чтобы они потихоньку друг друга мочили под шумок. Ммм, может быть. Или уфиливаю, я что-то неправильно понял. Я по поводу задания. Возьми эту записку, здесь упоминаешься ты. Судя по всему, тебе станет понятно, кто это. Вот чёрт, так это выходит, это они тогда случайно расстреляли отряд того мужика. Месть это, конечно, грязно, но они тоже не должны были убивать его. Спасибо за помощь. Ты можешь идти, а я распоряжусь, чтобы их арестовали. А ещё работа есть? Работа есть всегда. Было бы кому выполнять. Не так давно отправлял одного сталкера, щуку, принести один предмет. Что это было, говорить не буду. Тебя не касается. Так вот, он пропал с потрохами. Найди его. Единственное, что могу сказать, его КПК отключился на территории базы долга. Эх, только бы не тряхнули они его и не скрутили. Попробую отыскать щуку. Поторопись, ну понятно, давай. Ну и всё, больше, в принципе, мне работу никто не даёт. Тут есть личный ящик, место для сна. А, как это не даёт? А это кто у нас? Это траппер. Работа есть? От чего бы не найтись? Найдётся. Я местный животновед. Не так давно получили сведения, что неподалёку от нас поселился псевдогигант. Это уникальная возможность. Мне нужно исследовать его. Не бойся, ловить его тебе не нужно. Просто принеси мне снайперскую винтовку, стреляющую инъекционными патронами. Я слышал информацию, и о ней располагает водоросля в баре бандитов. Хорошо, скоро буду. Бывай. Уууу, просто туда-сюда мотайся. Чё, думаете, возвращаемся сюда или всё-таки идём к долговцам? Я думаю, давай к долговцам сходим уже, чтобы как бы больше локаций новых посетить в этой серии. Больше новых мест. И на одном месте как-то туда-сюда не топтаться. Хотя квестов я понабрал тут ужас просто. Можно легко потеряться. Сразу же бежим на Римстрою базу к долговцам. Здорову. Нашёл этот КПК. Написано передать тебе. Ну-ка дай гляну. Да ты что? Где ты это взял? Мы думали, что гонец, который нёс его, давно мёртв. Я готов выкупить за 10 кусков. Хорошо, держи. То есть это просто такой способ позаработать. Ну понятно. Смотри, он стоит с РПГ за спиной. Ты чё, дядь? Привет, добрый чебурашка. Просил передать друзьям контейнер. Чего? А, ты про это? Вот чёрт. Да я смотрю, вы с этим ублюдком меня надуть решили? Фиг вам. Вернёшь это князю и скажешь, что мне ломанное оружие ни к чему. Ты о чём? Я не с ним. Это раз. Во-вторых, объясни ситуацию. Значит так. Ладно, слушай. Он мне должен был передать контейнер с оружием в обмен на интересующие его документы. Но, как ты понял, стволы не в таком качестве, в каком он мне обещал их доставить. Слушай, мне этот ящик нужно отдать край как? Может договоримся? Я тебе доплачу, например. Хм, ладно. Давай контейнер плюс 5 тысяч сверху. И разбежались. Хорошо, я подумаю. По поводу кейса, держи ящики деньги. Вот отлично. А ты забирай документы. До встречи. Ясно. Продает очень много, кстати, крутого снаряжения. Вот, может быть, даже Сеу бы прикупить за 37 кусков. Мне, конечно, не помешало бы арты пособирать и потом продать их. Ну ладно, пока давай ничего делать не будем. Ну и что? Ну и ничего. Давай с остальными людьми поговорим. У тебя вообще будет работа? Не будет. А вот щука. Здорово, ты щука? Ох, ну и вонит тебя. А? Что вонь? Что она тебе сделала? Ты вообще кто? Меня Снегирь послал найти тебя. Думал, тебя долговцы скрутили и посылку отобрали какую-то важную. А ты, как я погляжу, сам себя скрутить, мастер? Нет, что? Нет? Точно. Не крутил меня никто? Точно. Мерки скрутили, черти. Сказали, мол, выбирай, деньги или смерть. Ну, я похож на идиота. Я сюда не умирать пришел. Деньги они мне дали, не обманули. Вот на них и пью. Понятно все с тобой. Ты бы кончал пьянствовать, а деньги пропивать занятие скверное. Ясно. С этим порешили. Щуку скрутили наемники. Ну, видите, беспредельничают, наемники ходят тут. А что, два бара, что ли? Не понял. Вы что, ребят, чей бар лучше? Колобай, работенки не подкинешь? Почему же нет? Подкину. Знаешь, где наш мобильный бункер находится? Так вот, отнеси нашим туда еды. Как отнесешь, возвращайся. До встречи. Ух, собака, а где с контейнер с пищей? Что-то мне его вроде никто не дал. А, вот он. Хорошо. Ну, я не знаю, правда, где он находится. Он тут. Понял. Теперь знаю. Затвора мне ничего не дает. Ну, и тут должен быть какой-то медик. Ух ты, это Зулус, что ли? Да. ПКМ Зулуса продает за 41 тысячу рублей. Нехило. Но мне такое не надо. Что по ситуации? В принципе, я тут больше ни у кого не могу взять квесты. Наверное, пойдем отнесем припасы. По сути, эти квесты однотипны, второстепенные, да? Пойди отнеси, пойди принеси, иди найди. Хотя, почему? Есть какие-то там попытки сделать непростые квесты по типу найти улики. Хотя, тоже по факту найди принеси. Ну, не знаю. А какие еще могут быть второстепенные квесты? Скажите мне, пожалуйста. Бункер уже отсюда вижу. Я в бункере ученых. Тут действительно есть долговцы. Хотя, не знаю, можно ли это назвать бункером ученых. Если ученых тут нет, а одни долговцы. Да, это профессор. Здорово, я принес вам еды. Так, так. Опять один хлеб. Да он издевается. Я не буду продолжать работу, пока мне не дадут нормальной еды. Послушай, сталкер. Колобай зажимает себе деньги, выделенные на наше пропитание. Расскажи об этом Зулусу. Он его прижмет. Я тебе выписку от бармена дам, что ты нам посылку доставил, еще и от себя накину. Ага. Профессор, не найдется ли какой-нибудь работы от вас? Конечно, найдется. У меня не так давно сломалась антенна сканера. Нужных специалистов для починки у нас пока нет. Но я слышал, что Милославский на автостанции может его починить. Возьмите этот прибор и идите к нему. Но не говорите, что вы от меня. Чтобы он согласился вам помочь, дайте ему этот набор инструментов. Хорошо, скоро вернусь. Я буду ждать. Но попросил бы вас поторопиться, ведь работа стоит. Инструменты для тонкой работы, сканер аномальной активности. До встречи. Понятно. Я тебя понял. Ну и в принципе все, делать нам тут больше нечего. Я бы сходил до вертолета и, наверное, надо будет возвращаться на предыдущие локации. Выполнять целую кучу квестов, которые тут скопились. Смотреть даже страшно. Вот он, вертолет лежит. Ага. Ё-моё. Ты чё, кровососы какие-то спаунились? Ну, вообще-то да. Один помер. Что я снял с вертолета? Не знаю. Помощь душевнобольным отнести артефакт алхимику, это понятно. Тут нам надо будет вернуться, поговорить с Зоусом. Я не понял, что я снял, если честно. Документы с военного вертолета поучий предмет. Ага. Документы, извлеченные из упавшего военного вертолета, содержат информацию о беспилотнике наемников, которые используются для связи с Большой Землей. И папка документов, интересующая князя. Много записей, формулы научных таблиц. Понятно. Здорово. Я по делу от Курчатова. Так, что ж там приключилось? Рассказывай. Колобай забирает себе деньги, выделенные на пропитание персонала бункера. А сам кормит их одним хлебом. Да ты что? Ну уж я-то ему задам. Спасибо, что рассказал, Станкер. Можешь идти. До встречи. А о чем все равно-то отмечается? Я не понял прикола. Поговорить с Зулусом. Я поговорил с Зулусом. Ну и все. И он как бы все. И встал, и больше ничего не происходит. Не понял прикола вот сейчас. Ладно. Наверное, нам с тобой надо возвращаться на локацию предыдущую. Ну, наверное, как вариант, надо дойти до ученых. Но это не отмечается почему-то. Почему отмечается Зулус? Поговорить с ним, если я уже поговорил. Понимаете? Странно. Все здесь странно. Нашел я твоего проводника. Ну, с ним все в порядке? Да, даже очень. Его наемники гопнули. Вот сидит с горя у долговцев пьянствует. Черт. Эти мерки, все планы херят в последнее время. С этим надо что-то делать. Надо что-то делать, дружище, да. Сканер можешь починить? Привет. Хавюшки. Ну-ка, дай гляну, что за диво. Ну, ничего себе. Это же ты где такую бандуру достал? Я починю, но стоимость будет очень приличной. А если я тебе инструментиков вот таких еще притараню? Как ты на это посмотришь? Ух, у тебя откуда такие запасы всевозможного добра? Ну ладно, давай инструменты. А я починю в один миг. Вот, принимай, как говорится, заказ. Все уже готово, даже там не пять минуточек. Ну ладно, хорошо. Это мне очень пригодится. Что дальше? Дальше возвращаться вообще-то? Ой, теперь тут нас... А, ну сканер отнести. Тут поговорить за лусом. И вот я думаю, может нам обратно вернуться? Там с князем, не с князем поговорить. Привет. Слыхал, у тебя есть инфа по винтовке инъекционной. Хобана. А я думал, вы такие уже не придете. Есть. Только не инфа, а сама винтовка. Лежит у меня с незапамятных лет. Избавиться бы от нее поскорее. Давай пять косыхи разбежались. Ну давай, держи. Понятно. Это инъекционная винтовка, типа. Хорошо, вопросов нет. Также нам нужно спуститься вниз, к князю. Ну, жучара, отнес я твое оружие сломанное. И документы тоже принес. Базарить так будешь со своими кентами-сталкерами. А тут тебе не кухня. Нечего. За документик благодарствуй. Помнится, нужна была тебе инфа по вертушке военной. Но что-то мне твой тон не нравится. Да ладно, сегодня я добрый. Упала она на юг от лагеря этого знахаря поехавшего. Падала громко, сложно было не заметить. Но наши туда не суются. Потому что мутанты нападали, набежали. Пока. Ясно. Ну вот нам и придется бежать сюда. К знахарю, подожди, или что это такое? А, так он тут. Я думал, нам к знахарю надо будет перейти. Стоянка знахаря. И вот тут что за... А, так это какая локация? Тут на ней переходов даже нет. Видимо, мы на нее каким-то там образом попадем. Ладно, посмотрим. Хорошо, что дальше? Вниз вернуться, что у нас тут? Поговорить с пекарем, чего-то там это то. Ну, стоило бы этим заняться, чтобы квест не висел. А то я их набрал целую кучу. А вот и вертушка. Интересно, мог ли я к ней раньше подойти? Ух, собака, во сколько тут. Ты что такой живучий-то, слушай. Ну и плотька осталась. Плотька, лучше убегай, иначе я тебя как бы, ну, сама понимаешь. У нас с тобой отношения нормальные. Ага, КПК с военного вертолета. Что в том КПК? КПК, извлеченный из упавшего вертолета. Имеет едва заметные потертости. И информацию об отрядах свободы, которые на самом деле наемники под прикрытием. Ооо, вот это прикол. Это уже интересненько. Ну, мы с вами возвращаемся на предыдущие, наверное, локации. Да у нас и вообще нет главного квеста, как бы. Что мне делать в такой ситуации? Куда идти? Вообще, нам нужно возвращаться вроде как к Петрухе. Он говорил, что собери, вернись, тыры-пыры, можно попробовать. А Петруха у нас где? Петруха или как его там? Ну, он, по-моему, тут, на этой локации. Ну что ж, пойдем. Петруха. Субтитры сделал DimaTorzok